Меня зовут Анна Красовская, я шеф-кондитер. Сегодня расскажу, как приготовить шоколадное печенье с шоколадными каплями. Рецепт, как всегда, у нас достаточно простой. Будем топить единственное, что из интересного в этом рецепте, шоколад. Шоколад должен быть растопленный, но не горячий. Топим на водяной бане. Пока шоколад топится, будем взбивать масло и сахар. Масло перекладываю в миксер. Добавляю тростниковый сахар. Всегда, когда мы готовим тесто, мы берем насадку весло. Это очень важно, потому что нам важно взбить масло и сахар, но не поломать миксер. Самое важное, масло должно быть комнатной температуры. Шоколад топим на водяной бане. Здесь у нас кипит вода. Он точно тогда у меня не сгорит, и мне не надо постоянно будет за ним следить. Другое название у этого печенья – тройное шоколад. Почему тройное шоколадное? Потому что у нас будет шоколад в растопленном виде, у нас будет какао, и у нас будет еще капли шоколадной в этом печенье. То есть это такое шоколадное-шоколадное печенье. Шоколад мы растопили. Убираем. У меня взбилось масло. Оно побелело и увеличилось в объеме. Зачем нам взбивать масло и сахар? Для того, чтобы смесь насытилась кислородом. То есть тесто у нас потом будет воздушным и очень нежным. Я подготавливаю отдельно яйца, чтобы у нас не попала шкарлупа в печенье, она нам не нужна. И так потихонечку добавляем яйца. Одно за одним. Я останавливаю миксер для того, чтобы собрать тесто с краев дежи. Это важно. Яйца добавляем по одному и потихонечку вмешиваем их в тесто. Если мы вольем все сразу, то тесто расслоится. Нам это не нужно. Добавляем соль. Просеиваем муку. Какао. И разрыхлитель. Всегда нужно просеивать муку, чтобы не было мусора у нас и чтобы наша мука насытилась кислородом. И теперь потихонечку мы будем добавлять растопленный шоколад. Шоколад должен быть растопленный, но не горячий. Собираем остатки шоколада лопаточкой. Все, у нас уже почти все готово. Теперь мы добавляем ванильную пасту. Если у вас нет ванильной пасты, можно использовать ваниль в стручках. То есть ее икру изнутри. Ванильный экстракт. Теперь потихоньку вводим просеянную муку. Аккуратно. Тесто готово. Теперь добавляем шоколад в каплях. Если нет шоколадок в каплях, можно просто порубить обычную шоколадку. Видите, как важно промешать именно лопаткой. Потому что могут остаться кусочки теста, которые миксер не промешал. Ну что, готово. Теперь остается положить на противень и испечь в духовке. Выкладываем печенье в столовой ложке. Делаем примерно их одинаковыми. Печь будем при 180 градусах примерно 10 минут. Печенье готово. Перекладываем его на какое-нибудь блюдо. Это печенье невероятно ароматное. Запах шоколада состоит просто на всей кухне. Посмотрите, какое оно просто чудесное. Очень нежное, очень мягкое и с кусочками шоколада. Очень-очень вкусное. Просто божественно. Вы обязательно должны это попробовать. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Надеюсь, встретимся еще. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»